Здравствуйте! Мы сегодня поговорим о грыжах межпозвонковых дисков. Меня зовут Мушейлов Руслан. Я висцеральный терапевт, преподаватель центра головы и остеопат. В основном причина повреждения межпозвонковых дисков это перегрузки и избыточное напряжение мышц окружающих позвоночников. Причина этого может быть самая разная, но наиболее часто это избыточные психические напряжения. Вообще быть врачом и быть немножечко психологом, я думаю, очень трудно. Любые заболевания, при природе любых заболеваний, кроется именно в психологическом настрое человека. Насколько он загружен проблемами сегодняшнего дня, насколько он к ним адаптирован, насколько он оптимист или пессимист. Именно от этого зависит в основном как тело справляется с нагрузками или не справляется. Если очень долго мышцы окружающих позвоночник находятся в сокращении, в спазме так называемом, то происходит просто разрушение межпозвонковых дисков, поскольку это эластичная прослойка между позвонками. Общая высота всех хрящей позвоночники, об этом мало кто знает, примерно одна пятая, одна четвертая часть высоты всего позвоночника. И эта прослойка нам нужна, чтобы амортизировать нагрузки, чтобы они, допустим, удары ногами поверхность земли не доходили до головы, для того чтобы мозг не испытывал каких-то сотрясений при обычном беге, прыжках или ходьбе. Далее часто возникают вопросы. Как лечить межпозвонковые диски? Ну, во-первых, нужно убрать причину. Вообще работать с причиной это, можно сказать, святой грааль всей медицины. Все хотят работать с причиной, но до какой степени можно идти в нее? Я думаю, что самое главное нужно снять нагрузку с диска, то есть расслабить мышцы. А для этого нужно немножечко убрать психологическую, сделать психологическую разгрузку из человека. Далее, причиной могут быть искривление торса при каких-нибудь спаечных процессах. Ну, например, человеку сделали операцию на животе, у него с этой стороны произошло рубцовое изменение на брюшной стенке, возможно, образовались спайки в кишечнике и, соответственно, эта область у него болит и беспокоит, даже когда он этого не чувствует. Тело в сторону этих рубцов и спаек будет немножечко наклоняться. Позвоночник будет испытывать какие-то нестандартные нагрузки. Конечно, это будет отражаться на межпозвонковых дисках и они потихонечку разрушаться будут вплоть до появления грыж, появление дегенераций. Может происходить уменьшение высоты тел позвонков, края позвонков могут срастаться, так называемый спондилез. Ну, и тогда это влечет за собой очень-очень много различных проблем, уже корешковых синдромов, нарушение иннервации органов, различные стойки болевой синдрома на спине. Болеть будет у человека, конечно, спина. И куда бы он ни обращался, в какие-то массажные салоны или к врачу, будут назначать различные противовоспалительные мази, уколы для спины. Будут ему пытаться расслабить, массировать мышцы, которые болят у него именно на спине, но никто никогда не будет обращать внимание в живот. Хотя в животе кроется, я не скрою, большинство причин различных болезней опорно-двигательного аппарата. Прежде всего нужно разобраться, не было ли операций на животе, нет ли у человека опущения внутренних органов, нет ли у него сокращения, спастического сокращения на диафрагме. Это очень легко увидеть даже внешне. Допустим, вот здесь у нас есть молодой человек, который стройный, у него идеальная, скажем так, фастура, как говорят, то есть идеальная позиция тела. Ухо находится над суставом плечевым, тазобедренным, коленным, голеностопным. Что происходит в жизни? Что напряжение диафрагмы, например, будет сокращать поясничную мышцу. Человек будет понемножечку наклоняться вперед. Этот наклон вперед будет выводить его плечи вперед. У него плечи будут приведены вперед. Шея тоже. Голова будет вынуждена запрокидываться чуть-чуть, чтобы сохранить горизонтальное положение глаз. То есть у человека сразу возникают напряжение в шее, напряжение в мышцах спины, поясницы, опущение внутренних органов из-за опускания диафрагмы и ее неэластичности будет приводить к выпиранию живота. Соответственно, боли будут проявляться как на тазобедренных суставах, на коленах, и будут часто травмироваться голеностопные суставы. Соответственно, какой-то стресс, пережитый человеком, операция на животе, пережитый человеком, повлечет за собой образование многих и многих болезней. Если мы хотим работать действительно с причиной, мы должны прежде всего разобраться в этой истории. Мы должны узнать, во-первых, когда это началось, нет ли операций, все ли нормально у него в жизни, нет ли у него какого-то очень сильного стресса. И, соответственно, врач должен быть немножечко психотерапевтом, немножечко мануальным терапевтом и очень хорошо разбираться в том, есть ли болезненные области в животе, то есть немножечко посмотреть в живот. Мало кто внимания обращает на живот, все считают, что он не болит в покое. А если не болит в покое, значит он здоров. Но достаточно немножечко пальпаторно обследовать область ниже пупа, подвздошные ямки, область диафрагмы, и сразу выясняется, что есть очень даже и очень болезненные органы, которые он до этого не чувствовал и не знал. Такие проблемы могут быть даже у наших специалистов-врачей. Я сам закончил мединститут, там не очень много этому уделяется внимания, к сожалению. Я считаю, чтобы быть врачом, нужно бесконечно учиться. То есть настоящий врач, он вечный студент, нужно все время узнавать новое. Немножко поговорили о грыжах межпозвонковых. В понятие грыжа также входят грыжи передней стеночки живота. Это немножко другая тема. Вопрос звучит так. Грыжа пупочного отдела пупочной грыжи. Грыжа белой линии живота. Почему это происходит и как это лечить? Закон звучит так. Если тело раскрывает отверстие в одном месте, то он стремится закрыть в другом месте. Он перераспределяет усилие мышц. Значит так. Если передняя стеночка живота у нас расходится, нужно разобраться, а где происходит сжатие. Можно лечить, конечно, саму непосредственно область грыжевых отверстий, где немножечко происходит расползание соединительной ткани, ее разрыхление. Вот нужно еще выяснить, а где у человека болит. Это могут быть вполне причины поясничной боли, тазовой боли. Нужно с этим разбираться. Далее. Грыжи передней стеночки живота могут образовываться при дефицитах аминокислот, минералов, каких-либо веществ, витаминов. Здесь неплохо бы обследовать именно состав тела на дефицит минералов и аминокислот. Сделать это тоже достаточно нетрудно. В тему грыж также попадают и грыжи пищеводные. Это совершенно другая причина. Это вопрос диафрагмы. Перекос, дисбаланс диафрагмы, у которого есть различные мышечные волокна. Продольные, поперечные, диагональные, круговые. И нужно смотреть, почему раскрылось пищеводное отверстие диафрагмы. Почему, какой дисбаланс произошел на ребрах и мышцах грудной клетки. Почему при напряжении к живота туда выдавливается часть желудка. Просто раскрылось пищеводное отверстие диафрагмы. Значит, этот вопрос больше относится туда. Какой решение, путь решения вопросов с грыжами. Во-первых, для того, чтобы точно определять причину. Ведь причина, допустим, грыж в поясничном отделе может быть как выше. В пояснице, в шее, в голове, напряжение мозговых оболочек, например. Так и ниже поясницы. Травмы ноги, таза, перекосы таза. Какие-то операции на передней стеночке живота. Чтобы нам не гадать и не блуждать, нужно бы учиться пальпаторно, руками определять. А в каком направлении эти ткани движутся. Для этого существуют методы остеопатического определения, так называемой остеопатической пальпации. Очень легко определить. А где, собственно, проблема? Выше пояса, ниже пояса. И совершенно точно снайперски попасть в причину. Также методы прикладной кинезиологии. Можно использовать мышечный тест для этого. То есть, ну, это очень легко посмотреть в Ютубе, как это делается. Мышцы отвечают на вопросы «да, нет». И этой мышце можно задавать вопросы по локализации проблемы. Когда проблема началась. Что явилось причиной проблемы. И также устранение той или иной проблемы. Все можно сделать кинезиологически. Есть очень интересная тема. Так называемые рефлексы новорожденных. Которых не должно быть у взрослого. Их там порядка 26-28. Они нужны новорожденным, чтобы родиться, начать жить. Но в различных случаях, когда травмируется позвоночник какого-то отдела. Происходят травмы головы. Эти рефлексы могут возвращаться в активность. То есть, так. У новорожденных они должны стать активными. И до года они должны стать неактивными. Уйти как бы в прошлое. Но на травмирование они могут снова приобрести активность. И тогда они мешают жить. У человека возникают какие-то ложные автоматизмы. Патологические автоматизмы движений. Которые потом будут вызывать различные болевые синдромы. По спине, по туловищу, по ногам, по голове. В том числе и вызывать патологические напряжения мускулатуры тела. И, собственно, приводить к грыжам. Естественно, что эту тему знает очень малое количество, может быть, неврологов. Совершенно не знают основная масса врачей. В том числе и мануальных терапевтов. И, к сожалению, даже остеопатов. У нас в клинике Агулова есть семинар на эту тему. Где мы учим находить эти, так называемую, патологическую активность рефлексов новорожденных. И устранять ее. Причем устранение происходит либо на достаточно длительный период, либо навсегда. К этой теме возвращаться не приходится. Пациенты, которые прошли такую терапию, через 2-3-4 года возвращаются. И эти рефлексы мы уже у них не находим. Также здесь на этой базе проводится обучение остеопатической пальпации. И остеопатическим техникам определения тех или иных повреждений и лечения. Это тоже очень простой в практике, но может быть не такой простой в обучении метод. Но зато он потом позволяет практически не ошибаться в определении причин болезни. И легко и успешно лечить различные патологии. С точки зрения этих наук, любая болезнь рассматривается как спазм. Спазм токаневое. Причем спазм при этом тело использует как защиту. Совершенно понятно, что если нам, допустим, этому человеку нужно разогнаться и открыть дверь плечом, то он эти мышцы плеча будет напрягать, чтобы не травмировать. А если удар пришелся неожиданно в это же плечо, то тело было к этому не готово. И тогда это сокращение может возникнуть в шоковом состоянии и остаться на достаточно длительное время. И отсюда правило простое. Если травма, которой тело досталось, пришла неожиданно, она была для человека драматичным, неприятным и сопровождалась эмоциональным окрасом, то этот спазм в теле сохраняется надолго и со временем начинает выглядеть как симптом. То есть у человека начинает болеть то, что напряглось. Если не было неожиданности, то человек способен выдерживать практически любые нагрузки. Практически любые удары для него проходят достаточно безвредно. И регенерация – это великая вещь. Человек может регенироваться практически из руин, если при этом не было эмоциональной загруженности. А что такое эмоциональная загруженность? Это страх. Не секрет, что страх – это главная помеха в жизни. Если на страхе происходит травмирование, это травмирование человек в себе носит годы. Если на страхе происходит, ну даже если, допустим, не физическая травма, она может быть бактериальной, ну допустим, кишечное отравление. Она может быть психической. Человек испытал какой-то очень сильный психический стресс. Она может быть какой угодно. Эмоциональная, информационная, физическая, электромагнитная, какой угодно. То это тело сохраняют на очень долгие годы. И это называется запомнить на всякий случай, вдруг снова повторится. И такие сокращения мышц, сокращения внутрикосные, сокращения спазмы фасциальные, связочного аппарата. Человек носит в себе годы. Все это называется боль, все это вызывает боль, все это называется болезнями, симптомами. Если с такой точки зрения подходить вообще к здоровью и к болезни, то окажется, что на самом деле это не совсем болезни. Это различные виды адаптации под те или иные жизненные трудности, которые могут угрожать жизни, здоровью человека. Это вполне понятно. Что касается примеров из практики, то, например, ближе к теме к грыжам это сколиозы. Вот к коллеге приходит достаточно молодая девушка, у которой сколиоз 3 или 4 степени, у которой уже рассматривался вопрос об операции, и уже даже она почти дала согласие на операцию. С порога он обратил внимание, что девушка была согнута в сторону правой части живота, нижней части живота. И первый вопрос он задал, даже не осматривая, была ли операция на аппендиксе. Оказалось, что операция была около 10 лет назад. А до операции были ли проблемы со сколиозом? Нет, не было. То есть потихонечку тело начинает сгибаться через год после операции, через полгода, когда в это место, допустим, в месте операции растут спайки, рубцевание ткани. И тело, чтобы не чувствовать боли, оно потихонечку это место начинает беречь, изгибаться. То есть в данном случае позвоночник обслуживает живот, потому что позвоночник, кости у нас возникли позже, чем внутренние органы, и они служат для обеспечения бесперебойной и нормальной работы кишечника. Мы уверены, что кишечник главнее позвоночника. Получается, что сколиоз возник после спайочных процессов на кишечнике. Все, что сделал этот доктор на первом же сеансе, он немножечко отработал прямыми и непрямыми техниками. Спайки, шов на животе. Девушка, можно сказать, почти распрямилась. Остальное просто дело времени. Если убрана причина, уже не нужна операция, и уже можно тело уже различными упражнениями, ЛФК, йогой, различными остеопатическими коррекциями, висцеральной работой уже направить к выздоровлению. Потому что в противном случае, как бы мы силой не распрямляли позвоночник, оно будет возвращаться в сторону поражения. Оно будет защищать болезненный участок на кишечнике и будет сгибаться дальше. Это не будет приносить никакого результата. Что может приводить к грыжам? Допустим, к грыжам грудного отдела. У нас есть так называемая продольная связка позвоночника, и в грудном отделе к ней примыкает аорта. И эта аорта при рефлексах страха, тревожности, стрессах, будет испытывать уплотнение своих стеночек и сокращение. И за счет этого передняя связка позвоночника будет тянуть на себя весь грудной отдел позвоночника. Вы, наверное, видели людей, которые немножечко, не сказать с горбом, а немножечко клонятся вперед. Это как раз причина этого. Как работать с этим? Нужно также работать психотерапевтически. Нужно распрямлять человека, растягивать область передней продольной связки и аорты. Эти вопросы решаются достаточно быстро. Это выглядит немножечко так сложно. На самом деле, делается очень легко. Мы даем упражнения на дом обязательно. Различные приспособления, там, йога-колесо или что-то вроде этого. И никаких операций, и никаких, потом уже и не требуется. И никаких, главное, химических лекарств противовоспалительных, которые они-то помогают, дают временный эффект. Но потом от них бывают проблемы с печенью и прочие разные проблемы. Мы можем обходиться без этого, без операций и без химии. Теперь мы переходим к ответам на вопросы наших подписчиков, которые пишут в комментариях под нашим видео. Можно ли обойтись без операции, если пупочная грыжа? Или как лечить пупочную грыжу? Без операции на пупочную грыжу можно обойтись совершенно четко. Нужно, во-первых, пролечить все, что вокруг живота, поясницу, спину, шею. Это раз. Второе. Нужно выяснить дефицит микроэлементов, витаминов, аминокислот. И эти препараты дать ему в виде лекарств, таблеточек. Нужно местное лечение. Различные методы у нас есть, как обкалывание кровью, ауто-гемотерапия этой зоны, которая принесет туда строительный материал для того, чтобы эта грыжа зарастала. Или мы научим пациента делать себе скребковый массаж, можно монеткой, который тоже достаточно эффективен. Есть рефлекс раскрытия пупочного кольца. Есть техники, когда мы этот рефлекс разворачиваем и запускаем закрытие пупочного кольца. Ну, потом немножко там тейпирование и какие-то рекомендации. В общем, на пупочную грыжу в среднем уходит, может быть, 2-3 месяца, редко больше, чем полгода. Здесь нужно обязательно сказать, что если грыжа находится в остром состоянии, если в это гружевое отверстие произошло проникновение петель кишечника, и не дай бог, не дай бог, если там произошло ущемление грыжевого содержимого, то это, к сожалению, уже поздно лечить. Такими мягкими методами нужно человека сразу консультировать по хирургии, чем быстрее, тем лучше. Потому что ущемление петель кишечника в грыже может привести к некрозу, и это будет очень тяжелые, сложные последствия. Это уже вопрос хирургического решения. Но после хирургической операции можно лечить человека руками, чтобы облегчить послеоперационное состояние и предупредить появление повторных грыжевых выпячиваний. То есть операция сделана, причина не убрана. И потом уже заниматься причиной можно в спокойном таком режиме. Грыжа шеи, сильные головокружения и головные боли. Делаю щипание всей рукой. Что можно из физиопроцедур? По поводу физиопроцедур, это, наверное, к физиотерапевтам. Но если у человека грыжи шеи, если у человека головокружение, если он не может голову повернуть, посмотреть вверх-вниз, у него кружится голова, это надо лечить срочно и разбираться в причине. Причин может быть несколько. Во-первых, смещенный первый шейный позвонок. Это, к сожалению, беда современного мира. И у большинства людей шейный позвонок, первый шейный позвонок атлант, смещен именно после родов или в раннем детском периоде. Категорически не рекомендую делать прохрустывание, так называемое, не убрав спазмы в шее. То есть из мануальных терапевтов, которые стремятся именно хрустнуть позвонками, я думаю, реально работающих мастеров единицы, это очень рискованно. Лучше всего обратиться в нашу клинику, где мы проведем расслабление мышц. Мягкими остеопатическими техниками уберем внутрикосные напряжения в самом атланте, в затылочные кости, которые с ним. Может быть причина лежит ниже, допустим, напряжение связок перикарда, куда будут «утягивать» эти позвонки. Может быть причина лежит в мозговых оболочках в черепе, где натяжение мембран внутричерепных. Их нужно устранять остеопатически. Нужно разбираться. Но, опять-таки повторюсь, старайтесь не делать жестких техник, не разобравшись с причиной. Но лечить это можно и нужно именно мануальными техниками. Грыжа желудка, изжога. Что делать? Если грыжа желудка, изжога, то это значит, что мускулатура желудка в спазме. Это значит, что верхнее отверстие желудка, пищеводное, не закрыто полностью. Значит, что туда немножечко проникает желудочное кислое содержимое. Почему желудок в спазме? Самое первое, что я обсуждаю с пациентом, нет ли у него проблем финансовых. Потому что желудок, это у нас обеспечивает пищу, питание. Это кусок еды. А кусок еды это зарплата, финансы, карьера, имущество. Нужно смотреть, нет ли у него стресса на этой почве. Если тут все нормально, тогда мы смотрим состояние диафрагмы. Нет ли перекосов в диафрагме. Если все нормально, я спрашиваю у человека, а кого ты не перевариваешь? Кто у тебя поперек горла стоит? Задаю такие вопросы. То есть нужно разбираться с причиной и лечить проблему желудка в 95% случаев психотерапевтически. В остальных случаях мануальным массажем, остеопатически и висцеральной терапией. И все это достаточно быстро и успешно лечится. Была операция на правой почке. После двух месяцев образовалась вентральная грыжа. Прошло два года. Оперироваться боюсь. Есть другой выход. Если образовалась грыжа после операции, значит ткани не срослись. Именно те, которые должны были срастись, ткани мышечные слои передней брюшной стеночки не срослись. Это называется дефект шва. И, к сожалению, это можно лечить только оперативно. Операция тут уже не полостная. Тут хирург должен просто сделать повторное ушивание передней брюшной стеночки. Массажами и больше никак, я думаю, больше никак нельзя вылечить. Какие есть грамотные рекомендации при грыже поясничного отдела? Упражнения или что нельзя делать? При грыжах поясничного отдела мы будем всегда находить сокращенные болезненные поясничные мышцы. Поясничные они называются, но находятся они в животе. И нужно смотреть напряжение в животе. Нужно заниматься поднятием внутренних органов. Скорее всего, у человека опущение внутренних органов. У нас есть прекрасный тренинг-семинар для пациентов и врачей. Называется висцераптоз. Где дается ряд эффективных техник, как для специалистов, так и для людей, чтобы они могли сами себе помогать, поднять внутренних органов. Мышца ниже пупа называется поперечная мышца и коса мышцы живота. Скорее всего, там происходит снижение ее тонуса, опущение всех внутренних органов, в том числе почек. Это вызывает боль и напряжение поясничных мышц и фасций в животе. Это вызывает боль и напряжение мышц разгибателя спины сзади. И позвоночник оказывается зажат между четырьмя очень мощными мышцами, спереди и сзади. И у него просто происходит раздавливание, разрушение поясничных дисков. И скорее всего, это длится уже не первый год. Как минимум 5-10 лет все это длится. Причины этого бывают. У женщин роды. И женщина после родов просто обязана немножечко носить бандаж. Первое время, пока брюшная стеночка не примет свою нормальную форму. У мужчин гиподинамия, поднятие тяжести. Это называется сорванный живот. Опущение внутренних органов. Также к этим причинам может приводить избыток холода. Страна у нас северная. Одеваемся, как в Африке. Нужно обязательно держать ноги в тепле. Если где-то промерзли, принимать меры к тому, чтобы холод покинул тело. Это уже мы ближе к восточной медицине смотрим. Накопленный холод. И тогда почки не будут давать симптоматику по всей мочеполовой системе. И тогда не будет напряжения по спине. При грыжах поясничного отдела могут происходить ущемления корешков, которые дают очень сильную боль. Вот тут нельзя заниматься какими-то сильными физкультурными упражнениями. Здесь нужно, во-первых, дождаться стихания воспаления. Применять какие-то противовоспалительные местные средства. Если острый период проходит, тогда уже можно прийти на лечение. Но если острые боли, то не старайтесь размять это все именно наклонами вперед и назад. Может состояние только ухудшиться. Также при грыжах поясничного отдела не рекомендуется бегать, особенно при высоком весе. Ни трусцой никак. Желательно растягивать. Делать мягкие растягивающие упражнения. Для этого годятся различные петля глиссона, тренажер провила. И обязательно убирать причину психотерапевтическую, психосоматическую причину. Дорогие друзья, если у вас еще остались вопросы по грыжам, задавайте их в комментариях. В следующих видео мы обязательно на эти вопросы ответим. Ставьте лайки. Показывайте наши видео друзьям. Будем продвигать массы культуру здоровья. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.